Салам алейкум! Приветствую всех, кто смотрит мой канал. Сегодня вы станете свидетелями конкурса «Казах Аруэ», который проходит в Нью-Йорке. Зал пока пустой, до конкурса еще много часов. Ну а пока мы вместе узнаем, как идет подготовка. Я Молдобекова Алия. Мне 18 лет. Я самого прекрасного и красивого города Алматы. Мне 18 лет, я учусь в школе в 12 классе. Окончив 10 классов в Казахстане, переехала в Нью-Йорк. Успешно поступила в школу и продолжаю свое среднее образование здесь. Меня зовут Мукашева Асель, я из Павлодара. Учусь в Колумбийском университете на втором курсе по специальности архитектор. Меня зовут Бек Магамбетова Райхан, я из города Акцюбинск. Здесь я работаю бухгалтером строительной компании. Алина Таштанбекова, город Токмак, Кыргызстан, Чижская область. Учусь здесь, в колледже. Просто хожу на английские курсы. В будущем хочу стать доктором-фюрорком. Меня зовут Никина Болтаева, я из города Душанбет, Аджиакистан. Я нахожусь в Нью-Йорке уже третий год. Учусь здесь на языковых курсах и планирую подать на мастер-дикли. Меня зовут Марина Гаданова, я алматинка, с Казахстана, естественно. Здесь в США я пытаюсь воплотить свою мечту в действительность. Я набираюсь опыта работы по специальности в одной из крупнейших компаний, Aparcia Global Incorporated. Меня зовут Акзия Тулешева, я из города Алматы. Я работаю по профессии программиста в городе Нью-Йорк. Меня зовут Алима Бианчи, я третий год в Нью-Йорке. Я из Казахстана, город Тарас. Есть люди, которые смотрят мои сюжеты, а есть люди, которые становятся героями моих сюжетов. Интересно, почему они участвуют в этом конкурсе? Я пришла на этот конкурс так, как хочу испытать на себе чувство гордости за родную страну и получить, несомненно, большой опыт, который пригодится мне в жизненном пути. Чтобы развиваться, идти вперед, такое давление, оно полезно для того, чтобы становиться лучшей личностью, ну и, конечно, себя показать и на других посмотреть. Наверное, скорее всего, показаться, поближе быть к людьми, казахам, с ними пообщаться. Все-таки мы в чужой стране и хотим быть ближе друг к другу. Я давно, как только приехала в Америку, я знала, что здесь находятся кривицы, казахи, все среднеазиатские братья Сил-Стрейсов. С прошлого лета я вступила в группу Казюни и начала общаться с ребятами. И все последующие конкурсы, мероприятия я узнала через Facebook. Об этом конкурсе тоже узнала на Facebook. Там была вкладка. И я решила принять счастье, почему бы нет. С того момента, как я приехала в Нью-Йорк, в Америку, конечно же, далеко от родины это нелегко. И хочется найти своих людей, родных, близких, друзей. И, конечно же, среди людей Central Asian, Центральной Азии, намного легче найти общий язык. И я начала входить в разные группы, как казах-комьюнити, узбек-комьюнити, у нас есть таджик-комьюнити, и так и пержин-комьюнити. И я стараюсь участвовать в разных таких мероприятиях и, как бы, знакомиться с новыми людьми, сделать новых друзей. И таким образом они чувствуются, когда ты очень далеко от родины. Для меня это участие имеет очень большой смысл. Так как я, как вы заметили, русская, и я всегда была за дружбу народа. В Казахстане это, как мы все знаем, многонациональная страна. И для меня это будет определенный вклад в усиление дружбы между нашими нациями в Казахстане. Я участвую в этом конкурсе, потому что мне очень нравится весна. Этот праздник, он, как бы, мы празднуем здесь весну, праздники, как на 8 марта, на УРЭС и так далее. Поэтому это просто веселое событие, где всем должно быть интересно, приятно. И, конечно же, надеюсь, победить. С детства мне нравилось, как участвовать в таких конкурсах, но мне не хватало конфиденции. Ну, сейчас я более уже уверена в себе. Хотела бы попробовать участвовать. Соответственно, параметрым конкурса это очень сложное дело. Интересно, как же шла подготовка к этому конкурсу? Моя подготовка – это две недели. Мы выбирали платье с моим очень близким другом около дней 15. От подготовки конкурса, вы знаете, я это заняла всего лишь, я вам скажу, полтора недели, потому что я не ожидала такого. Мне буквально позвонили и сказали, вот, тебя выбрали с Чикаго, чтобы я приехала, участвовала. И мне пришлось в этом коротком сроке поискать платье, подготовиться. Вроде бы мне удалось. К конкурсу я подготовилась совершенно никак, наверное, потому что я все время работала. Я училась и работала, поэтому у меня не хватало немножко времени на конкурс. Может быть, это просто из-за моей неответственности, но все-таки я нашла все, что у меня есть дома. Вытащила, начала перебирать и посчитала нужным взять какое-то национальное изделие, быстренько его приготовить и показать. Вот все. Покупала я особо ничего, потому что все делаю своими руками. О подготовке конкурса. Я уверена, что все участницы конкурса, все, которые живут и проживают в Нью-Йорке, очень у них tight schedule, как это сказать, график очень плотный. Все работают, все учатся. У меня, я тоже работаю в пять дней и два дня хожу в школу. И у меня в основном было вот пару дней подготовки к конкурсу. И то, только когда дома. И в основном костюмы у меня были подготовлены, потому что мы скоро празднуем праздник Навруз. И как бы это все уже было подготовлено, проблем не было с этим. Так, готовиться у меня времени тоже много не было. Я работаю допоздна. Но за один день мне пришлось пройти усиленный курс казахского языка. С чем я успешно, надеюсь, справилась. Вот. Что еще о подготовке? На конкурсе талантов буду петь. К этому готовилась всю жизнь. Поэтому здесь стало, было полегче. Да, у меня была очень быстрая подготовка, можно сказать, за неделю. Я начала готовиться. И при этом из них три дня я работала. И поэтому только вот несколько дней я готовлюсь. Пришлось, конечно, очень много чего подкупить, докупить. Ну, я сейчас мама, так что у меня, я не скажу, что у меня было полно времени. Так как ребенок всегда отвлекает от подготовки. Ну, я купила себе пару платьев. И ожерелье тоже. И она начала планировать как два часа в день. И, конечно же, ребенок с ребенком нелегко. Основатель сообщества казахов в Нью-Йорке Каз Юнион Иркебул Анкакимбеков сегодня расскажет о конкурсе, который стал доброй традицией. Мы каждый год, по мере возможности, стараемся проводить такие мероприятия. В прошлом году мы не смогли, но позапрошлом году, в 2012 году мы провели в Казахару Нью-Йорк 2012. Тогда выиграла девушка из Экибастуза Даурья Бесикиева. И в этом году благодаря нашим спонсорам, это Казак Американ Альянс во главе Карл Гашер Сикиева и генерального консула. Это Рошенко Ким Ситна и молодежная организация Каз Юнион. То есть благодаря этим организациям мы смогли в этом году вновь провести этот замечательный праздник. Кто же будет вести такой конкурс? Участник Суперстар КИЗ, это раз. Служащие консульства, это два. И третья участница, бывшая участница группы Чайна Таун, это три. Это не три разных человека. Такие таланты собрала в себе Алтанай Сапаргалиева. Я думаю, что для того, чтобы показать нашу культуру наших казахских девушек, потому что я думаю, что наши казахские девушки очень красивые, очень талантливые. Каким же будет конкурс, расскажет нам Алтанай, ведь всем участницам надо пройти пять этапов. Вот этот конкурс сам, он не будет нагружен всякими... Ну, он не такой прям тяжелый, чтобы там смотреть и не понимать, что там происходит. Сценарий я составляла, он довольно-таки легкий и как бы доступный. Все понимают, о чем там будет говориться. Также я сама вырезала лично вот эти вот ленточки. Прошлое победительство конкурса «Казах АРУ» Даврия Бесекова сегодня будет членом жюри. И она будет решать, кто же станет суперкрасавицей, которой можно будет доверить свою корону. Я волнуюсь намного больше, чем когда участвовала. Потому что сейчас я чувствую ответственность за свои оценки. И как объективно я буду судить всех конкурсанток. Я считаю, что девочке каждая достойна первого места. Потому что выступать и участвовать в этом конкурсе нужно много мужества. Поэтому я всем желаю им удачи и расслабиться, и получить удовольствие. Конечно, Даврия будет не одна в жюри, их всего четверо. И один из них – Ирки Булан. Интересно, как же Ирки Булан собрал участниц? Мы к этому… Мы изначально написали в Фейсбуке, что будет проходить конкурс красоты. То есть дали определенное время. То есть до 12 марта девушки должны были подать заявки. И один из девушек подали заявки. И мы выбрали этих девушек, чтобы они смогли участвовать в этом конкурсе. Конкурс «Казак АРО» стал расширять свои границы. И теперь у нас есть участницы из Кыргызстана и Таджикистана. И теперь слова песни будут звучать так. Интересно, а для чего нужны такие конкурсы? Такие конкурсы безсомненно нужны, потому что конкурс красоты проводится испокон веков. И я думаю, что это большой конкурс, который объединяет нацию, людей и приводит к большому празднику. Риня Кирек себе был осындай сайистар, адамдарды брыктыреди, аруларды, аруларда көп мән береді. Сонымен қатар біздің әрттірлі, унерімізді, білімімізді бағалайды. Менің оймышауы өте қажетті. Обязательно нужны, потому что это объединяет людей, поднимает интерес. Потому что, вы знаете, все эти собрания, тем более конкурс красоты, он нужен для девушек, чтобы показать, наверное, красоту, чтобы девчонки были более уверенные, как они себя вели, как они себя чувствуют. Это же все напряжение. В будущем оно все-таки как-то скажется. Я считаю, что да, потому что, как вы знаете, за рубежом ребята часто не общаются друг с другом, а такие конкурсы, они более воссоединяют друг друга, они придают какую-то значимость всем тем, кто находится за рубежом. И я считаю, что это поможет всем общаться друг с другом ближе и ближе, и в будущем стать каким-то юнионом, и ребят становится все больше и больше. Я считаю, что этот конкурс очень полезен. Но не этот только, а все последующие. Я думаю, что это очень интересный конкурс. Как получилось, я увидела объявление по Фейсбуку, социальной сети Фейсбук, и у меня сразу такая идея возникла, ой, какие молодцы Казахстан. И я написала даже организаторам, говорю, как вы вот это делаете, потому что я бы очень тоже хотела, чтобы наши таджики тоже организовывали такие мероприятия. И потом мне сказали, а почему бы тебе не участвовать? И я сказала, я вообще-то не из Казахстана, и я не говорю по-казахски. И тогда мне сказали, что у нас нету строгих требований к участницам, и ты можешь попробовать. И для меня это новая возможность познакомиться с новыми людьми и попробовать себя. Да, нужны. Красота спасет мир. До начала конкурса осталось несколько часов. Интересно, кто же сегодня выиграет? Я жду первое место. Конечно, первое. Я ожидаю первое место, как все девушки. Давайте третье. Я ожидаю самое лучшее, первое. Мне лучше первое место. Кто же станет победительницей и как прошел конкурс, вы узнаете в следующем моем сюжете. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До скорой встречи на моем канале. До скорой встречи на моем канале. До скорой встречи на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова